Всем привет! С вами Динар Малаянов, основатель и руководитель компании Тимуровца Уфа. С 2001 года, 17 лет на рынке уже, стою у офиса лайк, а я за Шегудинова. Помню, в прошлом году я здесь проходил концентрат, ровно год прошел. Можно подвести какие-то итоги года, да, уходящего 2019-го. Поэтому можно сделать выводы. Выводы как раз-таки я сегодня буду выступать здесь в лайке. И меня пригласили на концентрат. У меня выступление уже в 15.00. Я так понимаю, мы выйдем на сцену. Я буду не один, там нас несколько человек пригласили. Посмотрим, что за люди, что за аудитория, сколько человек. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим, что там, как вообще офис лайка, бизнес-дом. Давай сейчас репетиции. Так, по тексту, там, две минуты, может быть, чуть-чуть побольше. Да, можно больше. Это можно назвать такой интересной шуткой, да. И самым главным инсайдом на протяжении всего, который стал в моей концерте. Чтобы у кого-то синтагировало по-протому. Ну, как бы это, конечно, вроде как, когда готовишься, думаешь, о, да, там вот такую шутку. А на сцену выходишь, на сцену выходишь, там уже, блин, думаешь, так, что-то шутка-то не получается. Да, 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 есть такой. Что-то шутить не получается. Ладно, как пойдет, посмотрим. Так, всем привет. Меня зовут Динар Мулоянов, мне 37 лет. Я основатель и руководитель компании «Тимуров ЦУХА» с 2001 года. Мы на рынке уже 17 лет. Ну, я. О, здесь большинство, я вас много знает, вот, на чай. Спасибо. Значит, когда-то в 2001 году, помню, мы с супругой открыли тогда еще только Тимурова команда, автономная некоммерческая организация, студенческий строительный отряд, как она называлась. У нас в штате было только там порядка четырех человек. Было интересное время. Сейчас у нас в штате восемь человек. Как бы небольшое изменение, но это административный ресурс. И вот в 2005 году я покажу, ну, немного предысторию о себе, о компании «Внайн». Покажу «Внайн». Это через четыре года буквально после того, как мы открыли Тимуру и его команду. Все только развивается. Я еще в то время уже логотип придумали мы с супругой Региной. Мы сделали футболки, мы забрендировали свой автомобиль. У меня тогда была машина, помню, «шестерка». Первая моя машина, она была уже в то время забрендирована. Вот. Я ухожу в найм. Осознанные мои 13 лет найма. Представляете, это целый подросток, целая одна пятая, наверное, в жизни человека. Это большой период времени. 13 лет я в найме. Представляете, Волода, которая тебя засасывает, и ты находишься, и не можешь никак оттуда выбраться. И 13 лет я там был. Вот так вот. Друзья, и параллельно компания Тимурова команда, она работала. Я просто удивляюсь, как она до сих пор работает. Ну, до сих пор. Сейчас понятно, что она работает. Сейчас я в ней. 2005 год, 2007 года, я заместитель директора Центра содействия и занятости молодежи в найме при администрации города. Я открыл точку, даже там, в администрации города у нас была точка, вторая точка с 2005 по 2007 года. Тимурова команда была уже тогда масштабирована. 2007 год, 2010 года. Директор парка культуры и отдыха Первомайский в Калининском районе. 2010-2016 год, директор оздоровительного комплекса «Общественная баня» в бане «Березка» в Калининском районе. Может, кто-то знает, поднимите руки. Кто-то не знает. Вот. И два года в системе управления жилищным хозяйством. Год, в котором я проработал как директор ЖЭО. И попал на 16 миллионов рублей, друзья. А я говорю про 36, я попал на 16 миллионов рублей, которые хотели повесить на меня. И два года судебных процессов, которые завершились буквально 4 месяца назад, дело закрыто и потрачено более 150 тысяч рублей. Два года назад я уволился. Вот эти судебные разбирательства, но на моих плечах Тимурова команда. Тогда еще называлась Тимурова команда, сейчас Тимуровцы Уфа. Значит, кто-то слышит про меня вообще в городе? Поднимите руки. Спасибо. Значит, два года назад был реально бардак. Супруг вообще у меня спрашивал, Динат, как ты вообще работал все эти 13 лет? Я работал директором, у меня было в подчинении люди. Мне на оперативках давали задания, я распределял их по своим сотрудникам штатным. Все делалось. Здесь два года назад у меня моя компания, я сам руководитель, я сам менеджер, я сам бухгалтер, я сам менеджер. За все отвечаю я один. Супруга говорит, Динат, как ты работал 13 лет руководителем, директором предприятий города Уфы? Вот так работал. Я понял, что я ни в чем не смыслю. В бизнесе я ничего не понимаю, как масштабироваться, как вообще все эти 13 лет компания Тимурова команда была со мной. Мне до сих пор удивительно, тем самым я зарождал и возрождал конкуренцию в городе Уфа. И это работало. Я благодарен этому периоду, 13 лет. Теперь этот рынок конкурентный. Спасибо вот этому периоду. Тоже попрошу по-праведению. Супруга, молодец Регине, спасибо большое вот этому залу перед всем залом. Огромное значение имеет твоя вторая половина. Это моя супруга. Она прямо вот меня подпинывает, когда мне плохо, когда мне вот, ну, нехорошо. Она прямо говорит, Динар, двигайся дальше. Не стой на месте, иди вперед. Это просто вот супер, когда тебя вторая половина поддерживает. Спасибо Регине нам теперь большое. Она записала меня на разные курсы, на бесплатные вебинары, на бесплатные различные встречи, тренинги. Вот так я узнал про концентрат, на который, кстати, записала Регина меня на концентрат. Я даже понятия не вёл, что это такое. Я потом только узнал про лайф, что это такое. Концентрат, это реально вот, на самом деле, я когда подал на концентрат, это тусовка. Здесь очень внимательно нужно сосредоточиться. Это три дня. Три дня я в прошлом, получается, в 18-м году, в ноябре, прошёл концентрат. Я тот лысый дяденька, который сидел на первом ряду. Я ей правильно сказал. Как раз, каждый раз на концентрате есть такой человек. Я, кстати, вот заметил, но он не на первом ряду, здесь есть лысый дяденька, который здесь сидит и думает, что происходит. Я на концентрате тогда тоже так думал, что происходит. Самое главное здесь собраться и слушать его. Он говорит всё то, я до сих пор сижу и слушаю его. Многое из того, что он говорит, я до сих пор не сделал. И поэтому вы не там, где он. Нужно просто здесь сосредоточиться и делать всё то, что он говорит. Это реально работает. Таким образом я пошёл на долину. На долине я убрал в сторону семейные отношения. Я убрал в сторону, у меня двое детей. 11 лет и 6 лет девочек. 11 мальчиков. Я убрал в сторону целый месяц. Получается, январь. Я просто слушал долину 21. Делал всё, что нужно. Нужен ассистент. Может быть, вы не знаете, кто это такой. Помощник тебе нужен? Я взял помощника. Нужно тебе наставничество. Я взял кредит. 50 тысяч рублей. Я взял наставничество Гульнура Гурзинбетова. 50 тысяч я оформил в кредит. Подтверждение даже вот есть. Я оформил. Помню, когда это было 5 или 6 января, что ли, я подписал кредитный договор на наставничество с Гульнуром Гурзинбетовым. Гульнуром Гурзинбетова. Я делал всё то, что говорят. И мой результат, когда вот точка А в долине, на долине, да, точка А, я понятия не имел, какая у меня точка А, какая у меня прибыль вот это 2 года назад, какая у меня выручка, кто у меня сколько получает, сколько денег уходит на рекламу, сколько денег нужно на рекламу. У меня было 10 телефонов. 10. И по всем звонят клиенты. Откуда, с какой рекламы, что происходит. У меня просто, просто, ааа, что делать? Делать вот то, что он говорит. А яс. Ну, здесь вот динако на себе, а то, что говорит А яс. И буквально на следующей неделе А яс уже показывал мне на экране с моими результатами. Давайте поаплодировать. Давайте поаплодировать. А. Я не знаю. Вам говорят, что такое точка А, я понятия не имел. А яс, мне кажется, нужно отдельный курс запустить по поводу точки А. Потому что я сам не знаю, сколько я зарабатываю, сколько я трачу, какая у меня точка А. Ну, пусть будет, тогда у меня была точка А 100-150. За период долины я сделал 250-300. Сейчас я чётко после долины, что я получил вот через год. Мы запустили, настроили СРМ-систему. Я уволил 80% своих сотрудников. Никогда не думайте, что какой-то Вася ценный кадр, который просто несёт всю фирму. Всё это брехня. Не бойтесь увольнять, не бойтесь принимать. Пусть постоянно идёт текучка, пусть будет конкуренция. Я полностью посчитал, сделал финансовый аудит. Я знаю теперь, сколько у меня вывод денег на рекламу. Какую рекламу вообще убрать? На какую усилить поток, денежный поток? У меня теперь 4 телефона. Было 10. Но мы стремимся к одному. Мои визитки, если что, где стол регистрации, возьмёте там все мои ссылки на Инстаграм и так далее, так далее. Я ещё по поводу этого тоже скажу. Значит, теперь я знаю, сколько я зарабатываю, сколько мне нужно тратить и так далее, и так далее. Что такое вообще финансовая система на предприятии? Концентрат переходит. Да. И сейчас... Давайте поаплодируем. На самом деле, очень классные вещи. Я сегодня не остановлюсь. И я хочу сказать, что тогда, вот я сейчас слушал Аяза про дяденьку, который 10 тысяч получал. Я, в принципе, получал 15-25. Мне супруга всегда говорила, Динар, хватит, давай уже, хватит работать, пора зарабатывать. Вот, два года назад я это сделал. Результаты мои, вот теперь уже, да, на сентябрь, октябрь, чистая прибыль 500-600 тысяч. Да, я ещё хочу сказать. У меня в период, когда я проходил концентрат, не было ни Инстаграма, я тоже, наверное, тот же парень, который там бегал, что-то, как это, столисть-то запустить. У меня не было Инстаграма, у меня была страница ВКонтакте, у меня было, наверное, 34 друга и 5 подписчиков. Теперь я каждый... у меня теперь есть Инстаграм, вот на моих визитках все ссылки, канал в Ютубе. И я полностью... Динар, мне просто нужно вас остановить, потому что у нас есть тайпус пою. Да, вот вчера я одел куртку. Видно, что сразу руководитель. В этот момент только скажу, я вчера готовился, да, позавчера, одел куртку шеушника, у меня просто есть спецовка шеушника. И я пошел в салон красоты, захожу такой, мне говорят, а мы слесаря не вызывали. Ну, то есть вот так вот, да. Потом в этой шестинцовке супруга попросил кое-что купить, нигде не могу найти булочку для бургера. Захожу в магниток, уйду, за булочкой мне говорят, здорово, живушник. То есть вот, я думаю, как так? То есть вы не думайте, что... О чем думают о вас? Думайте всегда, что внутри вас. Никогда не стесняйтесь. Я всегда стеснялся, думал, я никогда все 13 лет я скрывал, что я руководитель, основатель Тимура и его команды. Я все 13 лет так скрывал. Даже на работе многие не знают, до сих пор. Вот. Поэтому сейчас... Спасибо большое Аязу, спасибо большое Ильну Рукову. Курс Инбетову. Спасибо Концентратору. И делайте все, что говорят там. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо, Динара. На самом деле, Динара сказала именно то, что вот когда люди в розовых очках додумают, что я сейчас пройду там до 5 недель, и все, стану миллионером. На самом деле это возможно, но можно докручивать и только через год получить результаты. То есть цели ставьте себе реальные. Динара. 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 Выступление прошло удачно. Выступил на концентрате. Не знаю, какой он подсчет. Выступало порядка 10 человек нас. Все успешные, начинающие, кто-то уже действующие предприниматели. Аудитория порядка 150 человек. Аудитория пока такая, знаете, вареная. Люди смотрят, не понимают, о чем говорят вообще. Ну, примерно такие же ощущения у меня были год назад. И теперь вот здесь вот спустя я сам выступаю и говорю. Год назад тоже было круто. Я вот сейчас вспоминаю тех лидеров, которые добились результатов, у которых финансовый результат, успех, достижения. И сегодня послушал Аяза многое, что он говорил год назад. Я вспоминаю, реально это работает. Те изменения, которые произошли, они одним взглядом, вот так вот сразу, на них не скажешь, они реально есть, да? Самое главное, что я хочу сказать. Самое главное, нужно двигаться. Пусть пока ты не знаешь куда, но укрыться в одеяло и лечь в кровать, это не вариант. Нужно двигаться, предпринимать действия. Если ты пока не знаешь что, все равно идти вперед, делать ошибки. На ошибках поймешь, что действительно нужно. Таким образом, я оказался на концентрате. Таким образом, я пошел на долину. Таким образом, я внедрил все инструменты. Отцифровал свой бизнес. Получил результаты. Но я знаю, что еще очень большой объем невыполненных работ, которые предстоит сделать. Сегодня очень здесь интересная аудитория. Я сменился в собственных лайках. Алена Зинова бизнес продала. Теперь в Уфе лайком владеет Ильнур Розенбетов. Мой наставник. В 2019 году я купил наставничество. И вот теперь здесь лайк живет в новом ритме, в новом движении. Посмотрим, как все это будет. С вами был Динар Моянов, компания «Тимоновцы Уфа». Пишите комментарии, задавайте вопросы. Может быть, вам действительно нужна какая-то помощь. Чем сможем, тем поможем. Нажимайте на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok